Коллеги, привет! Я закопался в своих проектах, времени свободного мало, но внезапно нарисовалась тема, по которой я хочу высказаться. Не так давно на канале заметки ардуинщика вышел ролик про электронное управление DC-DC преобразователем, в котором автор говорил, что не хочет использовать цифровые потенциометры, в частности потому, что они низковольтные, а DC-DC управляет высоковольтной нагрузкой. Конечно, есть цифровые потенциометры, но они, во-первых, низковольтные, а высоковольтные дороги, а во-вторых, большинство доступных дигипотов, так сказать, 8-битные, чего маловато. И в самом деле, предположим, что у нас входное напряжение 12 вольт, дигипот используется в качестве нижнего резистора в делителе цепи обратной связи и может выдавать максимум 22 кОм, а верхний резистор делителя, допустим, на 10 кОм. Тогда напряжение на средней точке получится в 8 с четвертью вольта, и это явно плохо отразится на дигипоте. Кажется, что так. Но, конечно же, это не так, и вот почему. Напряжение относительно земли на средней точке делителя всегда поддерживается самим преобразователем на уровне опорного напряжения, просто потому, что так это работает. Если напряжение на выходе фидбэк выше опорного, то преобразователь снижает коэффициент заполнения и, соответственно, свое выходное напряжение. Если ниже, то наоборот повышает. При правильно подобранном верхнем резисторе напряжение на дигипоте будет всегда равно опорному напряжению преобразователя, а это, как правило, 0,8 или 1,25 или около того вольт. То есть заметно ниже минимального напряжения питания дигипота. Да. Возможно, автор имел в виду что-то другое, но, насколько я знаю, есть люди, которые поняли именно в том смысле, что для регулировки, например, в пределах 12 вольт, нужен и дигипот на 12 вольт. На самом деле нет, не нужен. Да и 10-битных дигипотов в природе существует достаточно, если вам нужна высокая точность. На этом ролик можно было бы закончить, но давайте мы с вами рассмотрим экстремальный случай, когда на дигипот вообще не подается напряжение питания. Ситуация маловероятна, но представим, что у нас отказал источник питания управляющей части, который должен был выдавать 3,3, ну или 5 вольт. Я взял дигипот, обзор на который делал ранее на канале, и собрал макетку, где ардуинка по I2C как раз посредством дигипота управляет выходным напряжением преобразователя. В даташите сказано, что напряжение на выводах шторки не должно превышать напряжение питания плюс полвольта. Вроде как получается, что мы не укладываемся в требования, потому что опорное напряжение преобразователя у меня 0,8 вольта, и стало быть, это напряжение и будет на выводе шторки. По идее, дигипот должен был бы сгореть. Но я думаю, что это требование связано скорее с максимально допустимым током, протекающим по внутренним цепям дигипота. Скорее всего, это относится к максимально допустимому току самой резистивной матрицы. На этот параметр объявлено ограничение в 2 мА. Возможно, я ошибаюсь. Поправьте меня, если ошибаюсь. В выключенном состоянии сопротивление моего экземпляра оказалось 39 кОм, что немного странно. Потому как, судя по даташи, то это сопротивление с учётом встроенного последовательного резистора должно быть порядка 15 кОм. Видимо, вот это, так сказать, пассивное сопротивление зависит не только от напряжения питания, но и от напряжения, приложенного к шторке. В мультиметре это около полувольта. Посмотрим, что будет при 0,8 Вольта. А для расчётов давайте предположим худший случай и примем его сопротивление равным 15 кОм. По формуле выходного напряжения преобразователя получаем, что для опорного напряжения в 0,8 Вольт и верхнего резистора делительного на 56 кОм напряжение на выходе у нас будет 3,79 Вольта. Проверим сами себя. Напряжение 3,79 Вольта, верхний резистор 56, нижний 15. Да, всё верно. При таком раскладе ток через дигипод будет 3,79 делить на 56 плюс 15 это 0,53 мА. То есть это 53 мА, что даже для нашего худшего, как мы помним, случая в 37 раз меньше допустимого предела. Я сильно сомневаюсь, что 53 мА могут как-то навредить этому чипу. Это значение даже меньше минимальных значений обратных токов некоторых диодов, особенно если речь о диодах шотки. Но довольно слов, давайте проверим. Я отключу питание от Ардуинки и дигипота, если сгорит, то пускай уж горит всё сразу. И включаю только питание DC-DC преобразователя. Что мы видим? Всё ровно так, как и должно быть. На выходе 2,8 Вольта, а значит сопротивление выключенного дигипота для приложенных 0,8 Вольт составляет 22,4 кОм. Ток через дигипот получается около 35 мА, а это в 57 раз ниже предела. Для верности оставлю это дело в таком виде на несколько часов. Проверять так проверять. Так, ну за 6 часов ровным счётом ничего не изменилось. Давайте тогда совсем уж рискованный эксперимент проведём. Подключим питание управляющей части на горячую, то есть не отключая DC-DC. Ну и порядок, всё работает. Я потом ещё несколько раз отключал и подключал низковольтное питание, дигипот всё без проблем выдерживает. Да и выдерживать ему тут особенно и нечего. Так что коллеги, не парьтесь с ШИМ и прочими хоть и интересными, но неоднозначными способами регулировки. И не бойтесь использовать в своих проектах дигипоты. Они дают надёжный, полностью предсказуемый и поддающийся простым расчётам результат. Подписывайтесь, комментируйте и будьте на связи. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...